Степан Каширин. Домик, в котором живёт детство. На днях в интернете я нашёл красивую ёлочную игрушку. Называется она «Домик-избушка». Была ли у меня такая в детстве? Конечно же, была. У нас на ёлке висело много разных игрушек. И все они мне очень нравились. Но только две из них были у меня самыми любимыми. Бабочка в золотом шаре и «Домик-избушка». Бабочка в шаре при контакте с пальцами начинала крутиться. В общем, при любом прикосновении. А «Домик» сверкал своей серебряной красотой. «Домик» был настолько красивым, что когда мне исполнилось 4 года, я действительно верил, что в нём живут какие-то маленькие сказочные существа. По крайней мере, мне так этого очень хотелось, чтобы в нём жили именно добрые гномики. Самое удивительное, что этим все качества «Домика» не ограничивались. У него был и ещё один маленький секрет. Когда в комнате выключали свет, снег на крыше «Домика» начинал светиться. Видимо, в краске присутствовал фосфор. «Поскольку я с детства всегда был человеком творческим, я очень любил разглядывать этот домик и мечтать. В детстве многие предметы и события воспринимаются сказкой, а уж такие ёлочные игрушки тем более. Смело могу назвать этот домик настоящим счастьем». Недавно в одной группе выложили фотографию этой прекрасной ёлочной игрушки и подписали ей очень тёплой метафорой. «В этом домике живёт детство». Фраза, как вы поняли, не моя, но, как говорится, я бы и сам так мог сказать. Как же точно охарактеризована? Вроде бы простая ёлочная игрушка, но в ней целая жизнь маленького ребёнка с его мыслями, мечтами и планами. Планами.